Скандал вокруг изъятой на таможне скрипки начался из-за ошибочной экспертизы. Дело о попытке контрабанды, возбужденной против известной скрипачки Александры Кононовой, прокомментировал министр культуры. Правоохранители тем временем ожидают еще одну экспертизу, которая может подтвердить или же опровергнуть тот факт, что музыкальный инструмент является культурным наследием Молдовы. Высказались по этому поводу и сотрудники таможенной службы. Там заявили, что действовали в рамках закона. Так звучит скрипка, оцененная примерно в 2 миллиона евро, которая несколько дней назад спровоцировала волну резкой критики общественного негодования. Все произошло после досмотра в аэропорту Кишинева. 22 октября пассажирка пыталась вылететь в Россию и на таможенном контроле предоставила документ с ошибочной экспертизой музыкального инструмента. Как позже выяснилось, ею оказалась известная во всем мире виртуозная скрипачка, обладательница многочисленных наград Александра Кононова. В документе было указано, что скрипка является частью культурного наследия республики. Но это, как утверждает министр культуры Сергей Продан, неправда. Представители таможенной службы ранее заявляли, что экспертиза была выдана специалистам, одобренным в самом Минкульте. Сергей Продан это отрицает. Более того, по его словам, автор экспертизы не обладает необходимой аккредитацией ведомства. Почему Александра обратилась к ним, почему не обратилась в Министерство культуры, чтобы получить документ, я не могу сказать. Может быть, она подумала, что быстрее будет у частного лица. Но отсюда и начались все проблемы. Началось с ошибочной экспертизы, мол, эта скрипка является наследием республики Молдова. Но это неправда. Эта скрипка не фигурирует в нашем реестре объектов культурного наследия. Конфискованная скрипка 1785 года – работа ученика великого Антонио Страдивари. Музыкальный инструмент является собственностью признанного во всем мире музыканта, который проживает в Швейцарии. И одолжил на время Конуновой свою скрипку в знак особой признательности к ее таланту. Министр культуры также утверждает, что следователи, как и сама Конунова, ожидают достоверную экспертизу, которая может подтвердить, что скрипка принадлежит Швейцарии. Как сообщили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью, особым делам документы о подлинности скрипки будут переданы через бюро Интерпола. А до тех пор уникальный музыкальный инструмент будет храниться в Национальном банке Молдовы. С подробностями по этому делу выступила и таможенная служба. Там заявили, что сотрудники действовали в рамках закона, а музыкант не задекларировал ценный инструмент. Согласно сертификату, выданному экспертом Министерства культуры, скрипка является историческим объектом и представляет собой ценность для культурного наследия Молдовы. Отсутствовало разрешение от Министерства культуры, в котором должна быть указана стоимость объекта и является ли этот предмет или нет исторической ценностью. И поскольку не было указано законное основание, работники таможенной службы изъяли инструмент. Министр культуры также высказался и по поводу того, что якобы музыкант отказалась декларировать ценный инструмент. Во всем мире артисты и скрипачи свободно путешествуют со своими инструментами. Возможно, это упущение, но это не тот случай, когда скрипку намеренно бы прятали. Музыкант путешествовала со своим инструментом на плече, потому что это очень дорогая скрипка. Формальное заполнение декларации или отказ – это все конфуз. Выступление уроженки Молдовы Александры Конуновой было заявлено в рамках фестиваля в Третьяковской галерее. Возбуждено уголовное дело по факту попытки контрабанды. Александра Конунова отказалась комментировать произошедшее.